11 часов и 6 минут это программа мужской понедельник добрый день в студии по традиции николай голиков и владимир сметанин сегодня действительно понедельник 24 декабря ровно неделя остается до нового года кстати буквально полчаса назад вдруг коллега водитель подошел скажи говорит по радио сегодня чтобы дорожники трассы улиц посыпали а то очень скользко я говорю но я скажу конечно но что от этого изменится но ты сказал но я сказал вот выйдем я свое обещание выполнил уважаемые дорожники ну позаботьтесь пожалуйста о всех нас сегодня да не только дорогах на тротуарах сегодня у нас действительно мужской понедельник во втором части чуть забегая вперед после 12 05 у нас в гостях будет владимир грибанов директор кировского отделения союз театральный директор театра на спадской ну год театра наступает сейчас он наступил вообще-то уже уже 13 числа да и вы презентовали ну и понятно о чем мы будем говорить об итогах года для театра для театральной сферы в целом о планах и перспективах и так далее и такая итоговая программа у нас и в первом часе прямо сейчас мы приветствуем нашего гостя и юрий николаевич лапки в председатель контрольной счетная палата кировской области добрый день юрий николаевич добрый день добрый день я чуть было не сказал к нам дед мороз сегодня пришел очень рады вас видеть спасибо что откликаетесь на наше приглашение предложение устроить разговор разговоры серьезные мы с юрием николаевичем ведем все-таки бюджетные деньги это основа да это наши деньги и нам интересно знать как они расходуются и далее ну мы договорились сегодня конкретные темы конкретные проверки осветить да потому что контрольная счетная палата кировской области очень большой пласт работы и мы не успеем к сожалению за 40 минут все осветить начнем с анализа бюджета до регионального бюджета до регионального нынешнего года уходящего уже почти ушедшая с чем мы его закончили ну и видимо поговорим сразу и о бюджете на следующий да поговорим мы принято да поговорим о реализации программ в отношении детей-сирот тоже обязательно про поддержку предпринимательства и выделение денег на эти цели тоже упомянем промпарки мы сегодня тоже решили эту тему затронуть ну и вот в конце если время останется аэропорт аэропорт я думаю обязательно да и окружающая среда да природоохранная сфера ну давайте с бюджета бюджет текущего года мы исполняем в полном объеме практически выполняются все расходные обязательства до минимума сокращенные риски о которых мы говорили в прошлой передачи может быть небольшой переходящий долг по расчетам с ресурсоснабжающими организациями но это существенно лучше чем это было собственно в прошлом году а за счет чего удалось поправками в бюджет вот 18 декабря на последнем в этом году заседании законодательного собрания были скорректированы доходные источники почти на 158 миллионов рублей за счет собственных доходов и это позволило ну основные деньги направить как раз вот на расчеты с ресурсоснабжающими организациями кстати мы там уменьшили совсем немного объем федерального финансирования на 240 миллионов но для того чтобы понимать это скорректированы субвенции которые передавались области на выполнение социальных выплат ну которые носят у нас заявительный характер например пособие по безработице показал сейчас ситуации здесь никакой трагедии нет на этом же законодательном собрании был принят в окончательном виде бюджет на девятнадцатый год то есть в девятнадцатый год мы вступаем с хорошим полноценным принятым бюджетом доходы скажу у нас на следующем году составит 55 миллиардов 700 миллионов рублей расходы 55 миллионов 100 миллионов миллиардов 100 миллион соответственно профицит порядка одного процента получается да вот этот профицит 579 миллионов это как раз сумма средств которые надо будет направить в федеральный бюджет для расчета по бюджетным кредитам по которым у нас проведена реструктуризация на пять лет ну надо сказать что бюджет следующего года он существенно отличается от бюджетов предыдущих лет если пять лет назад мы начинали с доходов в 46 миллиардов то сегодня доходы уже 56 миллиардов ну вот какие особенности на наш взгляд значит будут в девятнадцатом году в бюджетном девятнадцатом году первое то что реализация бюджета пойдет в условиях исполнения национальных проектов их двенадцать в нашем регионе так сказать в рамках этих проектов будут разработаны еще 46 региональных проектов самые большие деньги пойдут как известно региональное финансирование будет присутствует региональное это обязательное условие чтобы область тоже это обязательное условие субсидирования при этом проценты так сказать областной бюджет по разным программам разные так вот общий объем средств которые в областном бюджете выделены на национальные проекты составит восемь миллиардов рублей и по нашему предложению для того чтобы лучше обеспечить контроль за этими целевыми деньгами значит во втором чтении было принято отдельно утверждено положение в которое выделены все двенадцать национальных на проектов значит вторая особенность ну и конечно национальные проекты достижение целевых показателей это будет наша ключевая задача контрольно счетных органов следующем году и второе важное обстоятельство то что мы будем находиться в рамках соглашений с минфином о реставраторизации бюджетных кредитов и нам чрезвычайно важно следующем году условия соглашения так же как и в этом году выполнить в полном объеме то есть не наращивать госдолг не увеличивать так сказать налоговые льготы увеличивать дооборот собственные доходы почему принципиально расширять штаты конечно конечно абсолютно тоже почему представляю потому что по истечении двух лет а девятнадцатый год второй год у нас возникает возможность еще продлить реставраторизацию на 7 лет она 7 лет точно это существенно облегчит так сказать нагрузку на бюджет за счет того что мы уйдем от необходимости рассчитываться с федеральным бюджетом а ведь сумма это очень прилично в двадцатом году мы должны будем вернуть больше миллиарда а в двадцать первом году уже больше двух миллиардов рублей поэтому вот на мой взгляд это тоже принципиально важно это тоже будет одной из наших задач в обеспечении контроля за бюджетом социальные расходы регионального бюджета тоже юрий николаевич подробно изучали там запланирован запланирована индексация в частности некоторых видов пособий да и социальная окраска бюджета она опять на лицо она очевидно больше 60 процентов направляем на социальные нужды хорошо все в общем про бюджет ну в основном в общем и целом в общем и целом все в общем пока который насчетная палата наше довольно положительных рисках в следующий год есть какие-то по вашему мнению в том бюджете которые принято знаете основные риски как всегда связаны с доходными источниками а получим ли мы до да 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 запланировали но там же разные из доходные источники совершенно там но налоговые доходные источники это ндфл это налог на прибыль ну да и это не налоговые источники они составляют совсем немного там полтора миллиарда рублей они погоду не делают совсем не на днях отчиталось да 25 процентов не заплатили свои имущественные налоги транспортные налог на недвижимость это налоговый доход да это основной источник бюджет ну насчет рисков то вот риски именно то что а поподробнее они как раз будут связаны с этим а поподробнее поподробнее жизнь покажет надо очень внимательно будет надзирать и смотреть за этим делом и мы не случайно ведь не ограничиваемся так сказать оценкой бюджета по итогам года мы отслеживаем каждый квартал при этом ведь траты бюджетных средств мы оцениваем в рамках всех наших контрольных мероприятий юрий лавтев с нами председатель контрольной счетной палаты кировской области финансовые итоги и финансовые планы мы сегодня обсуждаем у нас подошло время небольшой паузы мы продолжим через полминуты ну что продолжаем разговор как владимир павелин сказал об итогах мы говорили финансового 18 года и в том числе во время этого года особенно в конце этого года были результаты опубликованы очень нескольких интересных проверок которые привела контрольная счетная палата кировской области и так как у нас сегодня в гостях юрий лаптев председатель контрольной счетной палаты то мы как бы не можем не спросить да да от первоисточника от первоисточника результаты да да что у нас владимир павелин детьи сироты для начала я бы сказал так конечно пять результатов пяти проверок пришлись на декабрь месяц это получилось потому что проверки собственно были начаты еще летом но учитывая то что они разные по продолжительности возникали достаточно серьезные вопросы которые следовали требовали требовали дополнительного изучения поэтому вот так просто волей судьбы по жизни получилось что пять проверок причем таких серьезных у нас пришлись на декабрь месяц и так одна из них это средства на социальную поддержку детей сирот в отличие от предыдущих лет мы оценивали более широко всего на цели на задачи связанная социальной поддержкой детей сирот вот за проверяемый период это три года шестнадцатый семнадцатый восемнадцатый направил направлялась три миллиарда двести девяносто миллионов рублей причем основные деньги три миллиарда сто это деньги которые направлял областной бюджет в среднем по миллиарду где-то с небольшим да да это деньги которые чтобы было понятно шли на содержание значит учреждений для детей сирот на развитие форм устройства семейных детей на выплаты ежемесячных вознаграждений приемных родителей и в том числе на приобретение жилья для детей сирот и эта тема у нас собственно в ходе проверки была центральной потому что именно здесь мы по-прежнему встретили достаточно большое количество нарушений вот именно по строительству жилья и по покупке конечно вот первый вопрос который так сказать ну нами был обозначен это то что в течение всего проверяемого периода у нас сокращались бюджетные расходы причем от плановых назначений выделяли пятьсот миллионов сокращаем на сто миллионов и всего за проверяемый период таким образом было сокращено двести восемьдесят миллионов рублей причем Bath��vu причем детей это при этом меньше не становилось немpat погодите-погодите вот сокращались вы говорите то есть что происходило физически а значит муниципалитеты которые администрировали и использовали деньги они отказывались ага вот чем дело их кратки условно говоря им могли дать пятьсот миллионов им дали пятьсот миллионов они освоили четыре они сто миллионов вернули обратно вернули обратно причем значит для объективности Я хочу сказать, что корректировка объема финансирования, она в основном сложилась по объективным причинам. Поступление детей-сирот в учебное заведение. Призыв в вооруженные силы. То есть они уезжали по разным обстоятельствам. Однако сокращение ассигнований бюджетных по городу Вятские поляны, по городу Кирово-Чепецкому, по Даровскому, Верхникамскому районам, они привели к прямому нарушению прав 18 детей. А всего, так сказать, в ходе проверки было установлено 76 случаев несвоевременного предоставления жилья детям-сиротам. Второй момент, на который следует обратить внимание, это отсутствие в полном объеме нормативно-правовой документации, которая позволяла бы регулировать использование денег до конца. Что должен заниматься подготовкой этой документации? Этим должны были заниматься и Министерство образования, и, собственно, муниципалитеты. Основные претензии, конечно, высказаны в адрес муниципалитетов. Там и не устанавливался размер платы за наем, и отсутствовали необходимые методики и положения, которые предусмотрены базовым законодательством. Ну, это, конечно, создавало серьезные риски бюджетных потерь. По муниципалитетам такие риски нами оценены примерно в 3 миллиона рублей. Следующий важный момент. Значит, у нас часть денег, это примерно 31 миллион, была использована с нарушениями действующего законодательства. Например, приобреталась квартира, при этом на эту квартиру не было паспорта. Или, допустим, было обременение. Да-да-да, были такие факты. Так вот, в соответствии с нарушениями необходимых условий, ну, вот была потрачена такая сумма денег. Дальше я могу говорить о нарушениях, которые связаны с обследованием приобретенного жилья. Нарушений здесь стало существенно меньше, чем было, допустим, 3 года назад, когда мы впервые проводили эту проверку. Но, тем не менее, были установлены многочисленные факты приобретения жилья ненадлежащего качества, которые не соответствовали требам действующего законодательства. Причем, необходимых мер по устранению дефектов муниципалитеты не предпринимали, как правило, потому что у них на эти цели не было денег. И, по результатам нашей проверки, деньги выделяются на приобретение жилья, а не на устранение дефектов. Надо было качественное жилье. Но они уже, когда приобретали это жилье... Они должны были думать и смотреть. Должна быть осуществлена соответствующая проверка товара. То есть, в том случае, если они приобретают, они должны были каким-то образом, либо с теми, кто продает, договариваться о том, чтобы приводилось все этот порядок. Конечно, они должны приобретать качественное, пригодное для проживания жилье. Так вот, по этим фактам у нас следственным управлением проводятся доследственные проверки. Это в Вятских полянах, в районе Вятских полянах, в городе Слободском, Даровском, Котельническом районах. Ну и тут еще попал у нас Центр опеки и попечительства в городе Кирове. Есть еще одна проблема, которая не устранена со времени первой проверки. 60% детей-сирот не оплачивают коммунальные платежи. Причем и 30% детей не проживают... Это такая хроническая проблема, да? Это не только проблема этого года выходящего вообще, да? И не проживают, вот 30% не проживают в тех домах, которые им предоставлены. Ну, здесь причины тоже разные. То есть, неэффективно используется. Неэффективно работает. Здесь я не очень понимаю, как, скажем, муниципалитет может контролировать, чтобы там ребенок оплачивал вот эти коммунальные... Ну, уж не ребенок. Но он же платит, он же... Эта же квартира является собственным муниципалитетом. А, она же муниципальная. Она муниципальная. Он на 5 лет ее сдает подростку, через 5 лет у подростка в соответствии с законом возникает право приобрести эту квартиру. То есть, в подстежении 23 лет, когда 23 года исполняется ему, да? Это некий гарантийный период для того, чтобы квартира сразу не ушла. Ну, ясно, ясно. Желающих погреть руки на этой теме. Огромное число, да, таких примеров. Да, да. Такая перестраховка, такая государство. Так вот, у нас эти долги по сравнению, так сказать, с тем проверяемым периодом увеличились в 6 раз. И сегодня общая задолженность по оплате коммунальных услуг составляет 33,5 миллиона рублей. И как мы не хотим, причем 23 миллиона это просроченная задолженность. И как мы не хотим, это дополнительная нагрузка на муниципальный бюджет. То есть, в итоге это все равно крайне муниципалитет. Конечно, это его собственность. Он должен. Это его собственность. Он за это все. Поэтому, конечно, так сказать, и представление в министерство направлено, и по муниципалитетам серьезно прошлись. 11 должностных лиц привлечены, значит, к ответственности. Я уже сказал, что доследственные проверки проводятся. И учитывая, что вопрос имеет определенную социальную остроту, мы в следующем году будем его держать на контроле, периодически отслеживая, как меняется законодательство, которое должно предотвратить нарушение, и, соответственно, как используются деньги, и какие-то итоги будем подводить по полугодию. Слушайте, интересно, проблемная такая сфера. А сколько фигурирует в документах ваших общее количество детей-сирот, которые за проверяемый период... Получили. И да, непосредственно. В каком количестве идет ревич? 1594 человек. Ну, слушайте, очень немало. Это очень много. Полторы тысячи. Полторы тысячи. Хорошо. Это Юрий Латвев, председатель контрольно-счетной палаты Кировской области. И, видимо, мы к следующей теме переходим. У нас буквально 4 минуты. Есть 5 минут для того, чтобы рассказать об итогах деятельности контрольно-счетной палаты по проверке программы поддержки предпринимательства. Поддержки малого и среднего предпринимательства. Период проверки 16-18 год. Общий объем поддержки составил примерно 605 миллионов рублей. Из них 70% это деньги Федерации. Значит, вы знаете, что в структуру поддержки входят у нас областной, 16 муниципальных фондов и Центр поддержки экспорта, который создан правительством и торгово-промышленной палаты. Для понимания, областной фонд поддержки предпринимательства. Муниципальные фонды поддержки 16-16. Муниципальных больше полутора десятков. Это инфраструктура поддержки предпринимательства. Плюс Министерство экономического развития, которое, собственно говоря, администрирует все эти деньги. Значит, какие результаты? Ну, скажу так, что у нас, к сожалению, основные негативные тенденции связаны с тем, что ежегодно снижается численность работников малого среднего бизнеса. И удельный вес численности работников в общей численности населения, занятого в экономике, тоже снижается. Но при этом, надо сказать, что... Да, снижается объем инвестиций в уставной капитал. Но при этом мы фиксируем то, что у нас объем налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса за этот период увеличился. О как! За счет оборота, видимо. Это произошло. Голов становится меньше, а платят они больше. За счет оборота малых предприятий, который вырос примерно на 14%. А вот субъекты среднего предпринимательства, они сократили налоговое поступление примерно на 18%. Интересный процесс. Да, если говорить об эффективности работы, вот инфраструктуры, как это все работает. Ну, вот областной фонд поддержки предпринимательств. Достаточно большая капитализация, почти миллиард рублей, 905 миллионов, если быть точным. Они занимаются льготным кредитованием. И за это время у нас получили льготные кредиты порядка 1400 человек, индивидуальных предпринимателей. Хозяйственных субъектов, скажем так. Да, 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 на сумму миллиард 200. Насколько помню, в одни руки не более трех миллионов, по-моему. Да, это изменение было реализовано с 2017 года. До этого был миллион. И на три года. Льготная ставка, соответственно, да. Да, ну и, конечно, поручительство, так сказать, по банковским кредитам. Вот такие поручительства было выдано 82-м субъектам на сумму примерно 200 миллионов рублей. Значит, что мы здесь отмечаем? Риски потерь. Денег. Риски невозврата, скажем так, да? Да. Значит, причем это 27 миллионов, это сумма, которая находилась в банках в виде залогового фонда. То есть, а вот этот вот наш фонд, он разместил деньги в банках? Он обязан создавать залоговый фонд, который размещается в банках. Банки определяются по конкурсу. Так вот, три банка, в которых было размещено 27 миллионов рублей, они, к сожалению, признаны несостоятельными. Ой-ё. Это, то есть, Центробанк лишил их, собственно, лицензии. Да, да, лицензии. То есть, эти деньги стали очень проблемными к возврату. Они уже невозвратны. Ну, я так мягко говорю. Это мягко говоря, это очень мягко говоря. То есть, на кого не вернулся 20 миллионов. Значит, мы по-прежнему сталкиваемся с этой историей потребительских кооперативов, которую мы критиковали в ходе, так сказать, предыдущих проверок. Да, мы помним, да. 13,7 миллионов было списано как задолженность потребительская, которая уже нереальна к возврату. Плюс 12 миллионов – это, так сказать, деньги, которые могут быть невозвращены, потому что они находятся в составе дебюторской задолженности. Поэтому, так сказать, фонду рекомендовано принять все исчерпывающие меры для того, чтобы... Судя по тому, что банки уже не вернуть, то есть, эти меры уже не примут. Это 27 миллионов минус уже стопудово. Но на будущее. А, ну на будущее. То есть, заключается соглашение с... Так они же все по конкурсу их заключают. А, ну вот это, да, это беда. Это нюансы вот этой в целом конкурсной системы. Кто предложит наиболее... Кота в мешке. Кто предложит наиболее... Кота в мешке, получаешь партнеры. Значит, по муниципальной инфраструктуре, конечно, выглядит очень скудно, потому что денег недостаточно. На коллегии прозвучало... А муниципальные фонды, они формируются денежные за счет муниципалитетов? Они за счет муниципалитетов, и учредителем является областной фонд. И он тоже может как бы там вносить что-то, да? Да, да, да. Причем на коллегии прозвучало, так сказать, предложение, которое идет из федерации, о том, чтобы ликвидировать... Муниципальные фонды как таковые создать другую структуру поддержки предпринимательства, оставить там у полномочных представителей, аккумулировать все денежные средства в одном месте. Но это уже не наша тема. То есть в области, в области, да? Да, это уже не наша тема, потому что... У него просто подразделения или представители, или что-то еще, да. Мы не можем вмешиваться, так сказать, в текущую деятельность. Ну, это просто ваше видение, ваше предположение, да, что так может быть эффективнее. Ну, и впервые мы проверили вот этот центр... Центр поддержки экспорта. ...экспорта, да. Надо сказать, что 56 миллионов они получили за проверяемый период для того, чтобы поддерживать экспортную деятельность предприятий. Впервые. Ну, замечаний и нарушений достаточно много. Основная масса их связана с тем, что не было опять четкого нормативно-правового регулирования. На что можно, на что нельзя. Деньги получали на поддержку малых предприятий, средних предприятий, а тратили на крупные. В нормативке никак не было это отрегулировано. Или, допустим, так сказать, не выполняли подполученные деньги, не обеспечивали выполнение контрольных плановых показателей. По проведению бизнес-миссий. Бизнес-миссии это что? Это выставки? Ну как, собирается группа предпринимателей, и они едут делиться опытом или перенимать опыт. Бизнес-миссия, да, да, да. Помните, вне Кировской области у нас были в регионе, в предыдущем губернаторе. Или, предположим, так сказать, провели, так сказать, затраты на проведение каких-то выставок международных, по результатам не заключили ни одного контракта. То есть мы считаем, что это неэффективные расходы. Ну это же все работает. Ну это называется съездили на халю. Нет, съездили, отдохнули. Нет, я так тоже не могу сказать, потому что мы продвигаем. Ну это же, опять же, не гарантированный результат. Ты же никогда не можешь заранее сказать на этой выставке. Ну, но если не ошибаюсь, в следующем году жестче тут будет подход, то там обязательно станет. Вот если заключил контракт, тогда получишь субсидию. И именно так мы поставили вопрос, что деньги должны быть, так сказать, ощутимы в результате, что они должны выражаться в конкретных показателях, а не просто поговорить. Значит, ну есть определенные претензии в адрес Министерства экономического развития, которое тоже страдает тем, что у них не до конца четко все прописано в нормативке. Ну, приведу пример. Выдаем субсидии на поддержку предпринимателю. Причем сумма поддержки там 97 миллионов, вот всего выделена. Значит, часть предпринимателей не выполняет обусловленные, так сказать, договорами условия. То есть она берет под какие-то конкретные проекты, она эти проекты не реализует, скажем так. Или, допустим, не выдерживает условия получения там, не обеспечивает средний размер заработной платы в течение 12 месяцев, допустим, не ниже там, там, та-та-та-та, среднеобластного. И таких нарушений на 14 миллионов, допустим, мы установили. Но при этом у Министерства нет порядка возврата этих денег в бюджет. А обратно взять они не могут, потому что нет порядка прописанного, как это сделать. Я не обязан это сделать. Поэтому здесь тоже совершенно чутко и конкретно поставлена задача. Я прошу прощения, Юрий Николаевич, у нас просто время рекламы. Мы должны уйти буквально полторы минуты и вернемся. Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Мне другие фразы нравятся. Малыш, а есть у тебя варенье? Мы сегодня варенье не спрашиваем, хотя я чуть было не назвал нашего гостя Дедом Морозом. Напомню, что у нас в гостях сегодня Юрий Лаптев, представитель контрольно-счетной палаты Кировской области. Мы говорим о результатах проверок, которые так получилось, что в концу года появились все эти результаты. Очень интересные. И я так понимаю, что на очереди у нас промышленные парки. Да, тема в последних лет очень всегда горячая, очень интересная. Вот промышленные парки по отдельности мы проверяли, так сказать, периодически. То Вятские поляны, то Слободино, так сказать. А вот так, чтобы в комплексе оценить, ну, это сделано впервые. Вообще, на поддержку промышленных парков областным бюджетом было выделено 765 миллионов рублей. Из них 690 миллионов – это средства федерального бюджета. За какой, еще раз напомним, период это? Это период 3 года. 16-17-17. Значит, что показали результаты проверки? Что, к сожалению, значит, в результате использования этих денег, функционирования промпарков, у нас не были достигнуты вот те показатели, которые определены для оценки эффективности. Ради которых, собственно, создавались деньги. Ну, вот количество рабочих мест реализовано только на 20%. Значит, годовой объем промышленной продукции только на 17%. Вот, поэтому, так сказать, в целом работа промпарков нами признана неэффективной. Но правительство, собственно, так сказать, как бы предваряя, опережая эту ситуацию, оно из пяти промпарков ликвидировало три к моменту завершения, в ходе проверки. И это совершенно обоснованно. Это два частных промышленных парка, Лузия и Белая Холонница, Лузия, да. Ну, и Игроград, который, собственно, не отрабатывал вот той сути, которая была заложена. Заложенные, да, цели и задачи. Да, 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 да. Поэтому, значит... Остались Слободино и Вятско-Поляск. Остались два. Слободино и Вятско-Поляск. Ну, вот Слободино мы, к сожалению, никак не можем запустить в полном объеме с 15-го года. И до сих пор там, как бы, функционирование его затрудняется в связи с тем, что нужно 16 миллионов еще на строительство инженерных сооружений по сливу очищенных вод. А изначально в проекте это... Его не было. Мы на это указывали. Так, так, так. Как так? Строить объекты, не предусмотреть, удобствовать. Без системы... Понимаете, вот так, к сожалению. Причем по этому Слободино, ведь история давняя. У нас и уголовные дела были, и ПСД было, так сказать, неправильно составлено. Мы дополнительные деньги вкладывали на доработку этой проектно-смертной документации. То есть история очень давняя. И самое важное, сегодня бюджет тратит по 3 миллиона в год на то, чтобы эту площадку содержать. Вот список резидентов, он постоянно меняется. И нет никакой уверенности, что он окончательный. И на 2019 год, значит, он, так сказать, устоится. Поэтому здесь есть проблема. То, что касается Вятских полян, это единственный сегодня работающий промпарк, который введен в эксплуатацию, но тоже с отставанием на 3 года. Ну, сколько, да, мы об этом говорили и переживали. Есть вопросы, отдельные вопросы. Ну, например, значит, то, что сегодня там в основном привлекают резидентов за счет того, что устанавливают очень льготную ставку арендной платы, которая, ну, примерно в полтора раза ниже себестоимости. Так получается так, что там же есть управляющая компания? До управляющей компании дойдут. Я просто говорю, что когда они сдают ниже себестоимости, это сдаёт ведь управляющая компания. Конечно, конечно. Хорошо, понятно. При этом 80% арендаторов за проверяемый период, они накопили долги по этой арендной плате, сумма которых составила примерно 12 миллионов рублей. Даже по льготной арендной плате они ещё и накапливают долги. Да. Управляющей компанией промпарков является корпорация развития. Корпорация развития Кировской области. Да, мы тоже внимательно посмотрели, так сказать, и оценили её деятельность. А там и руководство недавно менялось, насколько я помню. Да, оно менялось не единожды. И не раз. И, конечно, тоже, так сказать, выводы наши неутешительные. Финансовое положение критическое. Большая кредиторская задолженность. Нет источников устойчивых доходов. Основные доходы получают за счёт задачи в аренду помещений. То есть ничего не производя? Да, да, да. Есть риски потерять 32 миллиона. Это те деньги, которые федерация выделила в виде субсидий. А по оценке федерального казначейства они потрачены нецелевым образом. Пока вопрос в такой стадии находится. Но может быть так, что придётся вернуть, да? Ну, конечно. Пока обратного, так сказать... Тревожная ситуация. Пока обратного нет. Но при этом, значит, мы всегда стараемся ведь объективно всё оценить. При этом мы хотим сказать, что в последнее время существенно подтянули работу, связанную с сысканием с долгами, долгов. Значит, если у нас по 2017 году был убыток, несколько там миллионов рублей, десятков даже, да, то по итогам текущего года 9 месяцев у них уже, значит, прибыль. Да, 439 тысяч, небольшая, но тем не менее. Но всё-таки плюс. Да. Занимается отработкой нормативки... Ой, на конфеты детям, да? Заработали. Да, занимается отработкой нормативки, которая позволит, так сказать, всё-таки более дисциплинированно работать с резидентами парков. А вообще, конечно, корпорация нуждается в каких-то дополнительных источниках дохода. Ну вот в чём, да, ключевую-то вы видите задачу переформатирования? В чём должна суть заключаться? Вы знаете, там, скорее всего, не переформатированные. Мне кажется, там нужны дополнительные источники дохода. Нужно корпорации дать возможность реализовать какие-то инвестиционные проекты, которые будут прибыльными и дадут возможность зарабатывать деньги. При этом, значит, у них появится возможность, соответственно, их тратить на укрепление... В том числе на развитие тех же промышлений. А что для этого нужно? Что-то документы какие-то принять? Что-то изменить нужно? Вы знаете, это решение правительства. Правительства. Исполнительные власти сами, собственно, региональные. Потому что там учрители этой корпорации Кировской области, 100%. Ну и в первую очередь Министерство экономического развития, да, Расуш? Да, они курируют. Госпожа Кряжевой. Нет, минуточку. Здесь подведомственное учреждение Мингосимущества. Мингосимущества, потому что оно у нас сегодня занимается инвестиционной еще деятельностью. Кроме того, что управляет имуществом. Слушайте, ну у нас буквально минута остается. Я думаю, что... Аэропорт. Ну если в целом и в общем, да. Юрий Николаевич, да. Кстати, буквально сегодня на сайте ksp43.ru появилась информация по проверке по Пебедилову. Ну давайте вот минутка, какие-то основные моменты. Но я уже тут, я тут уже вижу, что... Капитализация достаточно серьезная. Значит, проблемы с аэропортом возникли, так сказать, не сегодня, не вчера. Он у нас убыточный несколько лет подряд. Сегодня убытки, конечно, очень большие. И, честно говоря, они связаны в основном с тем, что мы даем существенные скидки. И понятно, почему. Да, авиакомпаниям. Да, до 80% от себестоимости для того, чтобы сделать его привлекательным, увеличить пассажиропоток. Ну, конкретно Победу можем назвать? Конечно. В отношении нет, а Победе самый максимальный пуск. Конечно. Пока это не дает какого-то реального результата. Выхлопа нет. Ну и второе, вы знаете, в том числе показатели снижаются из-за неэффективного использования финансовых ресурсов. Во-первых, заемные средства тратятся на текущую деятельность, на покажение долгов. Ну, куда деваться? То есть, не в развитие вкладываются, а просто в текущую деятельность. Ну, на латонии дыр. На латонии дыр. На латонии дыр. Штрашу, пени и так далее. Имущественный комплекс не весь загружен. На 15 миллионов имущества, которые не используются. А затраты на его, так сказать, обслуживание предприятие несет. Причем платит налоги. Понятно. И так далее. Значит, самое важное, на мой взгляд, и существенно, нет стратегического документа. То есть, нет бизнес-плана на 2019 год. Что дальше? За счет чего, так сказать, мы будем держать аэропорт? Поэтому наше мнение. Нужно принять комплекс мер по оптимизации расходов и дополнительному привлечению доходных источников. Повысить эффективность использования имущественного комплекса, который там на миллиард рублей сформирован. Ну и кроме того, вот та государственная поддержка, а ее не избежать, и цифра называлась 135 миллионов, она может быть и больше. Значит, она должна более эффективно расходоваться. То есть, не на латание дыр, скажем так, а все-таки на развитие. Конечно. И какая-то часть тратится на инвестиции. Ну что, подводя итог, контрольная счетная палата так приземлила наши воздушные ворота. Спасибо большое, Юрий Лапцев, председатель контрольной счетной палаты Кировской области. С наступающим успехов. До новых встреч. До новых встреч. Я надеюсь, что в новом году мы продолжим наши встречи. Они очень всегда интересны. Спасибо большое. Далее новости, семантические программы и новая тема через 20 минут. Спасибо. Спасибо.